Мы находимся в Центральном парке города Гал. В августе прошлого года с просьбой к главе администрации обратились жители города Гал. Обратились, чтобы помогли восстановить Центральный парк, улица Заманская. В связи с тем, что в последние почти 30-х в этом парке никаких работ и серьезных не проводились. Ради случаев обновлялись лавочки, фонари и так далее. Но этого было недостаточно, так как не было тротуарной битвы. После рассмотрения обращения были даны соответствующие поручения, чтобы составить проект. В дальнейшем, после того как был уже составлен проект Нала Мирзаян, был составлен техниакт. Последствия на основании техниакт. Была составлена расчетная смета. После прохождения государственной экспертизы, был заключен государственный контракт с компанией Гальская строительная компания, которая тоже зарегистрирована на территорию Гальского района. И вот в октябре прошлого года были начаты первые работы, связанные с благоустройством парка. Что уже делали? Работы были поделены на два этапа. Первый этап, соответственно, это так как здесь надвязалась большая влажность вообще по всей территории парка. В первую очередь, соответственно, были заменены старые дренажные трубы, которые здесь уже были проложены в советское время. То есть первый этап работы были земляные работы. То есть они, все дренажные трубы, которые до этого были, были заменены. Соответственно, после них пошел второй этап, это установка каменных бордюров садовых маленьких. И после этого установка уже фонарей уличного освещения, укладка тротуарной плитки. Вот на сегодняшний день у нас идут работы по установку лавочек и мусорных фурн. Все работы должны были завершиться еще в конце мая, но в связи с теми погонными условиями, которые сложились у нас в районе, дата, скорее всего, будет переноситься в завершение работы где-то в середине июля. В принципе, 90% всех работ выполнены, остались только расчистка территории, установка лавочек и мусорных фурн. А все остальные работы, в принципе, уже завершены. Финансированная стоимость, расчетная стоимость, сметно-расчетная стоимость работ составляет 5 миллионов 4 тысячи рублей, в том числе и МПС. То есть никаких дополнительных финансирований у Строми этой суммы не было. У нас в планах после завершения первого полугодия мы хотим выйти с предложением в собрание, с изменением бюджета и вот эти работы, которые остались добить. Вообще парк поделен на две части. То есть первая часть это более такая прогулочная, а вторая часть, скорее всего, парка будет более такая развлекательная для молодежи, которые могут прийти там, посидеть кино, посмотреть. У нас здесь, как вы видите, стоит большой экран на белом полотне, но... Он сейчас не функционирует? Да, нет, он сейчас не функционирует, он в основном функционирует, когда какие-то чемпионаты мира и так далее, чтобы горожане могли собраться, посидеть, футбол посмотреть. У нас вообще планируется по завершению такое небольшое открытие парка, потому что, ну, в любом случае для нашего района это такая значимая дата, потому что, ну, приятно же, когда уже как бы что-то красиво, пультурно. У нас еще тут предусмотрено озеленение. Мы сделали дорожки так, как вообще изначально ходили, у меня даже старые фотографии сохранились, вот где было протоптано, мы так и проложили. Поэтому, если вы посмотрите, по парку нету никакой симметрии по дорожкам, то есть они все проходят как-то хаотично, то есть мы проложили так, как люди ходили и как удобно было ходить. Допустим, вот эта дорога, она как бы оттуда выходит, и все, в принципе, идут или в Сбербанк, или в Акафон, я мывал ее, мы такой, просто сделали сквозной. Да, мы сейчас обсуждали, да, и о том, чтобы она была, это реально нужно делать, да, хотим, конечно, и арт-объект, чтобы мы были как центр притяжения, чтобы мы могли фотографироваться, пяти, и обязательно будет бесплатный Wi-Fi. У нас, кстати, провайдеры системы, у нас в районе, там, мы видим презент, где стоит, что отница абсолютно, вот это абсолютно, где там делают, для горожан, для районов бесплатный, так и будет еще предусмотрено, мы еще будем ремонтировать фонтанчик, еще будем восстанавливать. Дальше по нашим возможностям у нас очень сложные, но мы изыскиваем свой спар. Поэтому он будет потихонечку совершаться еще. Мне правда, мы лавочки обновили, но хотелось бы, чтобы еще были какие-то там навесики на гневы. Вот такие вот темы мы обсуждаем. Посмотрим по нашим возможностям.